Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я буду вам рассказывать, как я собираю вот этот вот ящик. Это специальный ящик для транспортировки оборудования, в котором внутри есть такая вспененная, короче, поверхность. Точнее, не поверхность, а наполнение, которое можно квадратиками вытаскивать и под нужный размер вашего оборудования упаковывать туда оборудование внутрь, чтобы оно никак не потрескалось там и не покололось, когда вы будете его транспортировать. Оборудования у меня много. Все, конечно, туда не влезет, но самое основное я планирую сегодня туда как-то вот упаковать. Возможно, не полностью сегодня я вытащу все эти квадратики, потому что суть в том, что если их оттуда вытащить, обратно их уже не вставить, и поэтому нужно как-то спрогнозировать так, чтобы сетапу было там комфортно. И... А, еще важный момент, кстати, нужно учитывать общий вес, потому что сам этот ящик весит 7 килограмм, но и оборудование тоже не легкое, и придется как-то подрассчитать до 20 килограмм, уместить. То есть, условно, у меня есть 13 килограмм, чтобы положить туда сетап. Все, что не влезет, пойдет в обычный чемодан, но хотелось бы, чтобы основное лежало там. Ну, в общем, посмотрим. Сейчас я буду упаковывать, вытаскивать оттуда квадратики и покажу вам, что у меня в итоге получится. Вот этот сетап, в основном это будут рэковые юниты, это будут устройства от Electron, так, MIDI-контроллер, наверное, еврорек, скорее всего, тоже там будет лежать. Вот. Хочу сказать, что вот этот кейс я вообще не планировал брать с собой, потому что он тяжелый, наверное, деревянный. Но если получится, положу. В принципе, наверное, немного места он занимает, даже если просто в какой-то ящик положить, например. Даже если просто в какой-то чемодан его положить. А вот этот вот синтборд, сейчас покажу. Я его отдельно сделал. Сделал его также из фанеры. Он у меня, конечно, на самом деле выполняет очень важную функцию. Если мне нужно собрать какой-то мобильный сетап, все подключить и куда-то перенести, например, два электрона положить вниз сюда, а сверху можно и еврорек положить, также можно сверху положить контроллер, например, там, Zero Cost или что-то еще, или мой Black Box, например. Короче, удобная штука, хотелось бы тоже ее с собой взять. Но вот этот бокс, она не влезет. Почему? Потому что она будет вплотную прям, а здесь надо сделать так, чтобы был запас. Но штука эта полезная. У нее даже вот так еврорек может влезть. Короче, мне нравится, что у меня получилось, потому что здесь можно с помощью этой штуки собрать такой смешанный гибридный сетап. Типа еврорек и какие-то устройства от электрон могут быть вместе. Такая, короче, штука. В общем, первый слой этой штуки я тут поднаметил маркером, чтобы примерно понимать, сколько штук выковыривать. Вот такие вот квадратики, которые нужно просто вытащить и, соответственно, нарисовать такую форму для оборудования. Вот. И начну, наверное, я сначала сверху, потому что основной сетап это раковое оборудование. Сейчас я его притащу, и он будет, наверное, целиком там лежать. А дальше уже как получится. Посмотрим, что влезет, что не влезет. Я, кстати, думал, что, поскольку здесь два разных устройства раковых, один длиннейший, другой короткий, да, то вот это место я думал использовать, ну, типа, проводов там напихаю много очень. На самом деле, места вообще нету. Поскольку здесь блок питания теперь поселился, и вот этот вот MIDI-конвертер. Не знаю, что-то поместится или нет, не знаю, в общем-то. В том, что проводов очень много, особенно там MIDI-кобеля, у них есть эти большие такие, ну, в отличие от обычных там RCA, у них очень большие наконечники, вот эти вот разъемы, да, и места будет много занимать. Я уж не говорю про вот эти вот сетевые, которые розетки, короче, вряд ли, наверное, что-то сюда влезет. Ну, ладно, посмотрим. Фишка в том, что я еще думаю, может быть, как-то панели эти деревянные все-таки снять, и тогда оборудование будет чуть уже, хоть поменьше места занимать. Ручка тоже прилично съедает, наверное, по 2 сантиметра с каждой стороны, может быть, отдельно есть смысл ее вести. Сейчас буду мерить и осмотреть. Вообще процесс довольно интересный и приятный. Такое ощущение, что ты строишь что-то, разрушая. Первый слой, второй слой, ну и так дальше нужно идти вглубь, примерно на расстояние глубины вашего устройства. В общем, мне пришлось боковины обратно идти одеть, потому что железка стала упираться в пластик, ну и на самом деле я и хотел с этими боковинами, чтобы так комплектом они два вместе были, так и хотел укладывать, но думаю, можете сэкономить без боковин сначала. Короче, моя идея не удалась, поэтому я сейчас еще несколько рядов оттуда вытащу, чтобы весь комплект туда влез. Смотрите, какая красота получилась. Мне кажется, им там комфортно. Так, теперь буду думать, что сюда. Ну, сюда скорее всего электроны пойдут. Но я думаю, только как их сделать. Я думал их сначала вот так вот расположить, а потом вот так подумал. Сейчас посмотрю. То есть, либо вот так они пойдут. Раз, два, и тут еще третий может быть. Либо вот так. Раз, два, и три. Я их так мерил. У меня еще deck saver для них есть. Но с deck saver оно, скорее всего, будет место больше занимать. Думаю, может их отдельно как-то везти, или вообще они мне не особо нужны. Что-то я последнее время не особо им пользовался, потому что мне не нравится, что они царапают корпус. Вот, например, вот здесь. Не знаю, может быть, видно. Такая полосочка прямо от этого deck saver. Ну вот в идеале, конечно, запихнуть все вот это сюда. Но мне кажется, что будет очень сложно. Особенно нужно все-таки учитывать тот факт, что им нужен запас. Как в этом между оборудованием должен быть, наверное, запас. Ну, я сейчас поставил почти вплотную. Когда начну отковыривать эти штуки, пойму, наверное, что места тут все меньше и меньше будет для них. Нужно как-то спрогнозировать. Вот zero cost можно как-то так. Колонки-то все. Самый контроллер. Окей, сейчас будем думать. Ну и все. А так-то и остались еще, на самом деле, колонки. Колонки можно просто в рюкзак или там в этот чемодан. Blackbox почти нисколько места не занимает. Это тоже. Наушники. Ну и много-много, конечно, кабелей. Для этих штук, как его, для дэксейверов, походу, нет места. Короче, уже вечереет. Я вспомнил, что у меня есть еще Волдорф Блафилд. На самом деле, тяжелый очень синтезатор, хоть и компактный. Но у него ручки такие. Эта ручка постоянно загибается, когда я его транспортирую. Но места ему, похоже, тут уже нет. И также я подумал, что поскольку еврожек не такой высокий, то может быть его как-то пониже опустить. Вот на такой уровень. И верхнюю часть не снимать. Потому что Digitact и Digitone я запихнул. То есть для ручек сделал пошире, а для самого тела синтезатора, где нет вот этих ручек, там поуже. Так вот комфортно вроде они встали тут. Но есть одна проблемка. Вот эта штука, сам вот этот поролон, он очень тонкий. Когда в том месте, где становится тонким, он начинает становиться хрупким. И как-то рваться. То есть не то, чтобы это опасно для синтов. Просто когда их укладываешь, возникают определенные сложности. Вот как это комфортно уложить. Потому что они то мешают, сгибаются. В общем, план такой. Сейчас я эту штуку сниму, верхний слой, и еврорек опущу вот на этом расстоянии туда пониже. Вот здесь будет пусто. А дальше, наверное, сюда еще один электрон. Сюда педаль. И здесь будет, наверное, контроллер и Zero Cost. Посмотрим, что это будет. Так, ну все, смотрите. Короче, тут будет два электрона. Тут будет рек. Здесь будет, получается, еврорек. Здесь педалька будет сам на самом дне. Вот так будет аналог хит. И вот тут есть местечко для контроллера вот этого и Zero Cost. По сути, здесь места немного. Но они просто не совсем широкие, и поэтому туда не влезут. Но поскольку это будет дно ящика, это не круто. Потому что весь сетап, в случае чего, будет давить туда. Здесь ручка. Поэтому, получается, надо будет сейчас этот поролон развернуть на 180 градусов. И это будет сверху контроллера, получается, лежать. Когда я буду их везти. Но облафилд, к сожалению, не влезает. Придется его кинуть в сумку. Короче, я решил скотчем приклеить сюда на Zero Cost свои липучки, чтобы не отклеивать, потому что у меня их немного осталось. Думаю, что вот так нормально он ляжет сейчас еще отсюда. Один слой сниму. И, в принципе, все. Можно будет упаковывать. Так, ну вот, что получилось. Короче, тут Еврорек, педаль. Аналог. Здесь еще свободно. Может быть, что-то придумаю сюда еще положить. Итак, короче, влез, значит, рек. Два электрона, третий электрон. Там Еврорек, там педаль. Здесь Zero Cost. Здесь, в принципе, двойная лежит защита. Надеюсь, что они как-то не будут соприкасаться. Тут еще есть место. Положу что-нибудь еще потом туда. Подумаю, что. Сейчас я буду взвешивать. Посмотрю, сколько килограмм это все получилось. Закрою. Надеюсь, это будет неубийственно тяжело. 19 с копейками. Полин, прикинь, вон, короче, чуть-чуть и 20. 19 с копейками. Но туда все влезло. Давай подержу, посмотри сейчас, сколько там покажется. То есть он не больше? Да. 19,59,648,655. Смотри, как он идет. Все, а вот так вести его не очень тяжело. Вот так вот. Поднимать вперед? Поднимать вот. Ну, это нормально. Кажется, дожди поднимешь, попробуй. Я его не смогу носить. Ну, понятно, что носить ты не сможешь. Но я просто к тому, что переставить там. Да, да. Класс. Надо его протереть, а то он весь пыльный. Еще я подготовил вот такие черные замочки сюда. Короче, вот. Пару замочков сюда еще, чтобы они в случае чего не раскрылись. Потому что, когда багаж кидают... Не знаю, я на самом деле думал, его может быть как-то стикерами забомбить. Вот. Но сейчас смотрю на него. Мне вроде черный он нравится. Я одну наклейку приклеил, потому что я отклеивал ее от коробки. У меня не было такой новенькой. Я от коробочки отклеил от этого. Кстати, блин, положили бы лучше просто стикер внутрь коробки, когда устройство продают. Зачем она на коробке наклеена? Ну, или, по крайней мере, окей. Пусть будет в коробке одна и на коробке наклеена одна. Просто мне стикер гораздо было бы важнее получить, чем коробку со стикером. Также я видел, что многие используют вот это место для стикеров. То есть, именно вот эту вот ручку. Мне кажется, это тоже неплохое решение, поскольку сам кейс остается чистым. Ну, почему я не хочу клеить? Потому что мне кажется, что он будет со временем от дождя как-то размыкать эти стикеры будут. И они будут, в общем, отваливаться. Вот. А обклеивают вот так именно одну ручку, а кейс остается черным. Мне кажется, это тоже прикольная тема. Правда, тут какие-то ребра. Наверное, не сильно держаться будут. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу моего кейса. Может быть, у вас есть какой-то опыт по перевозке оборудования. Напишите, будет очень интересно. Ну что же, это, пожалуй, все, что я хотел сегодня вам рассказать. Конечно же, еще много всякого сетапа, который не совсем является синтезаторами. Там это принтер, может быть, я вообще его оставлю. Короче, вот такие всякие проводочки, стойки, штативы. Это все будет куда-то укладываться либо в другой чемодан, либо я просто не буду это с собой брать. Что касается ящика, то я думаю, что я более чем доволен, потому что я приобрел его вместе с аналог хитом, заказывал с Томана. Он не очень дорого вышел, но, сколько вы знаете, есть такие кейсы Pelican. С ними ездят в основном, гастролируют артисты, и они перевозят свое оборудование. Ну, это вот, короче, фирмы от Томана. Flight какой-то Pro. Вот. Ну, он выглядит, на самом деле, очень круто, и мне кажется, что оборудование с ним доедет надежно. По крайней мере, я надеюсь на это. Всем, у кого есть возможность, становитесь бустерами, поддерживайте мой канал, для меня это сейчас очень важно. Там же вы можете увидеть мои подкасты или какой-то дополнительный материал, который я снимаю. Также, если вы станете моим бустером, вам будет доступ на телеграм-канал Катэм Плюс, где я публикую очень много интересной своей жизни, а также эксклюзивный материал. Становитесь бустером на Бусти, и получите доступ к телеграму. Также не забывайте вступать в наш телеграм-катэм-клаб, там мы дискутируем, друг другу помогаем. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите. Там вам ребята с удовольствием помогут и ответят на ваши вопросы. Возможно, вы кому-то сможете помочь. Так что присоединяйтесь, не оставайтесь в стороне. До скорой встречи, пока. Блин, ну, адексаеверы придется, похоже, оставить. Не знаю, они, короче, не влезли. Но, честно говоря, я ими вообще не особо пользовался. Они, конечно, прикольные. Типа от пыли защищают. Но если сетап постоянно использовать и протирать кисточкой, может быть, это и лучше. Потому что, не знаю, адексаеверы, короче, не скажу, что я сильно в восторге от них. Поэтому. Ладно, подумаю. Может быть, и соберу. Просто их можно как-то положить и в чемодан. Там они не особо будут мешать. Смотрите, сколько осталось внутренних частей от этого. От кейса. Такой вот кейсик. Собрался уже все ехать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова